ДИАЛОГ ДИАЛОГ Какие вопросы там задавали? Вопросов было неожиданно много. Депутатов интересовала практически, во-первых, в первую очередь статистика, как ситуация у нас в районе с наркологической заболеваемостью, в том числе по отдельным нозологиям, как проходит работа по повышению эффективности выявляемости больных наркоманией. Ну и также еще интересовало ряд вопросов, например, проведение регламентов медицинских осмотров определенных граждан, именно психиатром-наркологом. Ну, нам статистику это назовете, то, что прозвучало на заседании совета? Ну да, у нас под диспансерным наблюдением нарколога состоит 5 321 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. Из них 4 696 – это потребители алкоголя, 595 – потребители наркотических средств и 30 человек – это так называемые страдающие токсикоманией, которые потребляют, имеют зависимость, но не от наркотических средств. 113 человек прошли лечение на анонимной основе, то есть тоже как бы обращались за медицинской помощью, это я имею в виду в 2016 году, но под диспансерным наблюдением нарколога пока не состоят. И 1533 человек в прошлом году прошли у нас курс стационарного лечения в нашем диспансере. Также необходимо отметить, что в прошлом году, за целый год, в 2016, в круглосуточно работающий у нас кабинет медицинского свидетельствования было направлено 3,5 тысячи человек для проведения медицинского свидетельствования на состояние опьянения. Ну, опять же, и алкогольное, и наркозическое, да? Да, да, сейчас по нашим регламентам мы не дифференцируем, то есть просто определяем, установлено состояние опьянения или состояние опьянения не установлено. Но в любом случае, либо алкоголь, либо наркотики, то есть что-то мы выявляем в этом случае, мы просто не конкретизируем, потому что с юридической точки зрения не очень принципиально, что именно человек употреблял. Главное, что в состоянии опьянения, например, нельзя управлять транспортным средством. Вот, но именно управлявших транспортным средством было 455 человек. За год? Да, из этого количества, из 3,5 тысяч, вот, это были водители. Из этих 3,5 тысяч, 1161 человек находились в состоянии опьянения. Вот конкретно в 141 случае именно опьянения было вызвано приемом наркотиков. Ну, а вот эти лица, которых к вам доставляют, это, естественно, полиция, то есть просто на улице подбирают, так сказать. Ну, гибод это понятно, да. Бывает, что по направлению работодателя при подозрении, что если сотрудник на рабочем месте находится в состоянии опьянения, бывает самостоятельное обращение при разрешении каких-то спорных ситуаций, то есть человек сам обращается и просит ему провести эту процедуру. Ну, и ряд других тоже организаций, тоже уполномоченных этой деятельности. Ну, а вот другой вопрос, да, заседание Совета депутатов, мы сказали, какие сроки проведения регламентных осмотров отдельных категорий граждан, да. Что это за осмотры и что за категории? Тоже достаточно много. То есть, например, лица, владеющие оружием, они тоже обязаны ежегодно проходить профилактический осмотр. Ну, не только нарколог, но нас, вот так, с точки зрения нашей работы, именно интересует то, что они к нам ежегодно должны обращаться. При прохождении водительской комиссии, вот, если профессиональный водитель, то он тоже, конечно, обязательно должен проходить осмотр нарколога. Медицинские работники, которые работают с наркотическими средствами. Вот этот порядок немножко изменился, то есть, обязали проводить дополнительный вид обследования. То есть, при каждом, вот так скажем, конкретном случае... То есть, не употребляет ли он на рабочем месте, да? Нет, для допуска, для допуска работы с наркотическими средствами, медицинский работник должен тоже пройти осмотр, вот, если он проходит осмотр у психиатра-нарколога. Раньше это был просто осмотр, а сейчас еще, ну, то есть, я к чему говорю, что при каждом конкретном случае есть свой определенный порядок. Например, этим медработникам мы обязаны проводить еще анализ на наркотические средства, и теперь вот с этого года, даже вот конкретно с марта месяца, будем проводить еще новый анализ, новый прибор к нам поступил, об этом можно потом отдельно поговорить. Будем выявлять злоупотребляющих алкоголем. То, что раньше вот так вот визуально не всегда удавалось делать. Теперь вот конкретно, абсолютно объективный метод по определенному ферменту, в общем, наличие уровня этого фермента в организме можно установить злоупотребляет человек алкоголем или нет. Это опять же, если он попал на вот этот вот осмотр, так скажем, да? Ну да, то есть при этом регламенте. Если, допустим, вот привели с улицы человека, да, я знаю, наша патрульно-постовая служба, конечно, этим занимается, ну, как это официально называется, употребление, распитие напиток. Да, в общественных местах, да, естественно, к вам доставляют, определяют степень опьянения и так далее. Ну, потом какое-то административное наказание следует. Вот они у вас как-то фиксируются, да, допустим, при повторном попадании к вам, да, вы отмечаете рецидив или нет? Нет, такая статистика отдельно не ведется, но иногда по запросу каких-то правоохранительных органов, там, ну, не разглашая врачебной тайной, ну, общее количество таких вот, скажем, рецидивистов можно будет считать. Ну, вот сегодня было заседание Совета депутатов, да, на котором вы, так скажем, отчитывались о работе в минувшем году, в том числе по статистике. Ну, а в администрации в районной, буквально там, две недели назад прошло заседание антинаркотической комиссии, которая существует при районной администрации, там тоже звучали некоторые цифры. У нас есть видеосюжет об этом мероприятии. Давайте посмотрим, потом продолжим беседу. Правоохранительным органам удалось изъять несколько десятков тысяч наркотических доз, каждый из которых стоит до 4000 рублей. Рассказал на заседании антинаркотической комиссии сотрудник отдела по борьбе с наркоманией, межмуниципального управления МВД России Щелковская, подполковник полиции Олег Шурупов. Он отметил, что поиск денег побуждает наркоманов идти на преступления. В целом, по среднеобластному показателю, район остается на уровне предыдущего года. Однако, по нескольким позициям ситуация остается непростой. В прошлом году не удалось увеличить количество тестовых профилактических обследований школьников. На комиссии было высказано обращение к родителям не препятствовать обследованиям, которые могут спасти жизни их детей и не допускать распространения наркотических веществ среди несовершеннолетних. У нас тестирование идет в образовательных учреждениях. Почему родители до конца не допонимают, что это обязательно должно быть для его ребенка? У нас вроде в 16-м даже меньше было отказов, чем в 15-м, чем в 16-м. На заседании была дана в целом положительная оценка проделанной антинаркотической работе за год. Отмечалось, что в районе было проведено более 300 мероприятий, нацеленных на борьбу с распространением наркотиков. Более 180 выездов по обследованию неблагополучных семей. Около 40 рейдов по устранению настенной рекламы сбытчиков смертельно опасного зелья. Также на заседании речь шла и о необходимости активнее привлекать общественные организации к работе по противодействию наркомании. Возвращаясь к теме, которые были подняты в репортаже, о тестировании школьников мы поговорим чуть позже и о привлечении общественных организаций. Меня сейчас интересует вопрос о ваших взаимодействиях медиков, наркологов с правоохранительными органами. Вы уже говорили, что круглосуточное медоследительство у нас в диспансере в Щелковском происходит, а как-то еще вы с ними контактируете? Конечно, конечно, контактируем. Например, последние два года мы занимаемся тоже для нас новым видом деятельности. Это проведение судебно-психиатрических экспертиз, амбулаторных экспертиз. Потому что изменилось законодательство определенным образом. И для правоохранительных органов возникла такая определенная потребность запроса на эту услугу. Потому что, если, допустим, человек осуждается или проходит следствие по какой-то наркотической статье, например, 228-й, либо известно уже, что у него он имеет диагноз, и они установили, что он стоит под диспансерным наблюдением нарколога, таким лицам обязательно надо пройти экспертизу и определить, нуждается человек или нет в лечении от наркологического заболевания. Так как запрос возник, и большая нагрузка легла на те учреждения, которые уже этим занимались, там были очереди на несколько месяцев вперед, уже расписаны все. На областном уровне Министерство здравоохранения Московской области выделило пять диспансеров, включая наш Щелковский. Мы, соответственно, прошли переподготовку. Вот у нас в диспансере пять врачей прошли профессиональную переподготовку на базе Центра Сербского, четыре месяца мы учились. Создана комиссия соответствующая, и новый вид, естественно, прописан в лицензии. То есть мы переоформили лицензию, там не только, мы много новых видов деятельности ввели, включая этот. И таким образом, в прошлом году провели 355 экспертиз. За весь год? За весь год, да. Это достаточно трудоемкая такая работа, объемный процесс. Потому что, во-первых, собирается комиссия, изучается материал уголовного дела, беседуем с подэкспертным, собираем анамнез, обследуем его, и потом, конечно, еще надо акт написать. То есть несколько дней уходит на экспертизу. Ну, соответственно, вот 355 за год, но нагрузка растет. Поэтому за неполные еще три месяца этого года мы уже более 140 экспертиз провели. Если такими темпами идти, то почти в два раза больше. Ну, вот еще что хотелось спросить. Тоже буквально в конце прошлой недели завершился первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ну, естественно, это пресечение незаконного оборота наркотиков. Понятно, что это тоже больше, наверное, касается правоохранительных органов. Но, тем не менее, вы как-то с этим связаны? Вообще, вот суть этой акции и насколько она важна? Она очень важна, потому что, конечно, невозможно бороться с наркоманией порознь. И так же, как невозможно одним правоохранительным органом бороться с незаконным оборотом наркотиков, невозможно одним медикам заниматься профилактикой. Поэтому у нас межведомственная система взаимодействия. И вот эта акция, что позволяет, что не только именно какие-то специалисты узкого профиля, там, правоохранители, будь то медики, но и вообще общественные в широком смысле, вовлекается, чтобы люди не были равнодушными, чтобы они понимали важность этого. И если имеют какую-то информацию, то не стеснялись сообщать. Ну, в качестве иллюстрации я предлагаю посмотреть еще один видеосюжет. Его делала наша компания совместно с межмуниципальным управлением МВД «Россия-Щелковская». Оперативные съемки там присутствуют. Задержание как раз наркоторговца. Весьма интересно, что из себя представляет торговец смертью. Давайте посмотрим. В деревне Хомутово удалось обнаружить место закладки наркотиков. А вместе с ним и преступников. Поимка наркоторговцев осуществилась в ходе крупномасштабной совместной операции сотрудников межмуниципального управления МВД «Россия-Щелковская» и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД «Россия». Задержанные ранее несудимая жительница Балашихи и ее 28-летний сын незаконно перевозили героин в крупном размере. В ходе проведения личного досмотра у задержанного 28-летнего жителя города Балашихи были изъяты банковские карты и денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, полученные им в результате распространения наркотического средства героин. Во время досмотра женщина добровольно выдала 16 фольгированных свертков героина общим весом 70 грамм. Задержанная также пояснила, что по месту фактического проживания также находятся незаконные вещества. Во время обыска сотрудникам полиции удалось обнаружить и изъять 115 перспакетов с порошком и пластиковое ведро с наркотическим веществом. Общий вес составил 1300 грамм. Вы где-то официант трудоустроения? Я пенсионерка. А у нас что живете, чем зарабатываете? Ну, сдача квартиры, пенсия. Вот эти вот деньги, которые были, вкладывала в бизнес. Деньги от реализации наркотических средств, правильно? Вкладывали в бизнес? Да. А бизнес у вас где? В Королеве. Какой род деятельности? Розничная торговля одеждой. Ну, понятно, что это речь идет о преступлении, конечно. Соответственно, уголовная статья есть, как нам пояснили. Но, тем не менее, вот у этого мнения и уголовной статьи, соответственно, нет. Вот кто употребляет наркотики сам, для себя, что называется, да, что вроде как это ненаказуемо, да. Вот поэтому такой, может быть, общий несколько дилетантский вопрос, опять же, для таких граждан, да, насколько вообще опасно употребление для организма наркотиков, в том числе, ну, для разных возрастных категорий, молодежи, средних лет, ну, может быть, более старшего возраста. Очень опасно. Наркомания – это тяжелое, тоже комплексное заболевание, но в первую очередь психическое, но обычно еще сопровождается рядом осложнений, болезнями печени, болезнями нервной системы, инфекционные заболевания присоединяются, такие как ВИЧ, гепатиты. Вот, поэтому, конечно, очень опасно. В любом возрасте, в принципе, даже и в зрелом, потому что никто не застрахован, там, даже при однократном употреблении уже есть риск зависимости, развития зависимости, но наиболее опасно, конечно, детско-подростковый, когда еще и психика неокрепшая, и нет такого четкого понимания, к чему это может привести. Ну, и организм еще более, так скажем, нежный, поэтому наиболее опасно для несовершеннолетних. Ну, а вообще как быстро возникает привыкание, так скажем, и химическое, наверное, ну, и психическое зависимость тоже? Быстрее, чем при употреблении алкоголя, гораздо быстрее, но есть такое понятие проградиентность, то есть у всех тоже, опять же, по-разному. У кого-то, допустим, с первой инъекции, с первой пробы уже возникает сильное желание повторить. У кого-то кто-то может какой-то длительный период времени балансировать на грани эпизодического употребления, и лишь потом, спустя какие-то месяцы, ну, есть редкие случаи, когда через, там, более длительные промежутки уже формируется зависимость. Но если употреблять регулярно, то от наркотиков она практически в 100% случаев формируется. Хотя, как мы с вами знаем, допустим, есть люди всю жизнь умеренно употребляющие алкоголь, редко, эпизодически, по праздникам, нормальные такие, так скажем, дозы, не вызывая опьянения выраженного, и никакой алкоголизм не развивается. Вот, поэтому у наркотиков гораздо более проградиентное течение. То есть, вот так вот, по чуть-чуть иногда употреблять, да, практически невозможно? Очень опасно. Я бы никому не советовал это делать. Тем более, как вы правильно сказали, вроде бы потребитель, он сам, ну, если для себя и не продает, но в любом случае, где-то же он должен брать этот наркотик, и в любом случае он участвует в его незаконном бороте. То есть, в любом случае нарушает закон, и все равно какая-то ответственность не избежит. Ну, а когда вообще вот человек становится наркоманом? Наркоманом, да? Мы сказали, что с первой дозы кто-то может и с первой дозы, а кто-то может и через, скажем, несколько лет, да? Скорее, несколько месяцев. Какие критерии вообще, вот, определение наркомана или нет? Когда уже сформирована зависимость. Зависимость, будь то от наркотиков, будь то от алкоголя, имеет тоже свои четкие критерии. Первое – это психическая зависимость, когда мысль о наркотике, ну, либо о любом психоактивном веществе, от которого зависимость сформирована, становится доминирующей. То есть человек практически, вот, у него все любые пути потом рано или поздно заканчиваются в одном направлении. Где достать? Как употребить? Вот, теряются другие какие-то интересы, другие увлечения. То есть вот это занимает основную нишу. Ну и потом, конечно, обязательно формируется физическая зависимость. Просто она проявляется тоже у всех по-разному. Я имею в виду того, какой вид наркотика употребляется. И при алкоголе тоже свои особенности имеют. Вратикане абстинентного синдрома. Ну, когда синдром отмены, абстинентный синдром уже сформирован, это абсолютно четкий критерий формирования зависимости. Тогда уж, ну… По-нашему говоря, абстинентный синдром – это похмелье, да? Да. Да. Ну вот еще одна тема, которая прозвучала в нашем первом сюжете, достаточно спорная, о чем говорил зам руководителя администрации района Евгений Николаевич Петеримов, это тестирование в школах школьников, да, что вот вроде как много отказников за прошлый год, больше, чем в позапрошлом. Ну, а вообще, вы считаете, это необходимо делать, да? Не нарушаются как-то права, так скажем, несовершеннолетних еще, да? И вообще с какого возраста проходит тестирование? Я немножко тут понятийный аппарат уточню. Раньше называлось тестирование, сейчас, когда эта работа стала комплексной, тестирование у нас в первую очередь проходит так называемое социально-психологическое. И не мы проводим, проводят педагоги в образовательных учреждениях своими силами. По сути, это анкетирование. И вот когда оно заканчивается, этот этап, выявляются какие-то проблемные классы, все это анонимно. И первый этап, и второй, с нашим участием. Выявляются какие-то проблемные классы, допустим, участки, и вот мы уже туда выходим на второй этап. И теперь это называется не тестирование, а профилактический осмотр врачом-наркологом. С 13-летнего возраста права, я считаю, тут никак не ущемляются, потому что мало того, что это анонимно, это еще и добровольно. Просто до 15-летнего возраста требуется согласие законного представителя, ну или родителей, или, соответственно, иных законных представителей. С 15-летнего возраста подросток волен сам, определяется уже, либо он дает письменные согласия, либо не дает письменные согласия, отказывается, это его право. Но, тем не менее, да, как бы, несмотря на анонимность и добровольность, охват, вот все-таки я хочу отметить, что в 2015 году мы всего провели 910 таких осмотров в образовательных учреждениях района, а уже в 2016-м 1819 практически в два раза охват увеличили. И по плану у нас на этот год 2300, то есть охват все равно увеличивается. И даже за неполные три месяца этого года мы провели 654 обследования. Только в школах? В 12 школах, в 12 образовательных учреждениях района, причем они предваряются выступлением нашего специалиста, профилактическими беседами антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной направленности. Вот 712 учащихся эти беседы прослушали, из них 654 прошли профилактический осмотр. Ну вот поясните, все равно, что такое анонимность, да? Как можно анонимно... То есть, ну вот выявили, да, что некий подросток употребляет наркотики, да? Анонимность значит, что никто... А если требуется врачебное вмешательство, его же надо найти? Или он называет себя, соответственно, при осмотре? Да, анонимность имеется в виду, что ни администрации школы, ни педагоги, ни его одноклассники не должны об этом узнать. А родители? Родители, тут опять же вопрос такой интересный. До 15 лет, конечно, родители обязаны об этом знать. По идее, после 15-летнего возраста вроде как уже и не должны. Но, естественно, реалии жизненные такие, что без привлечения родителей все равно никак этот вопрос не решить. И поэтому с родителями, конечно, надо работать в плотном контакте. Но это не трагедия даже, если положительный результат. Во-первых, у нас сейчас для исключения субъективной визуальной оценки приобретен аппарат. За счет средств бюджета Московской области специальный аппарат поставили для проведения этих анализов. Аппарат сам определяет. Раньше там полосочки одна или две. Там вроде как одна проявилась, одна нечетко проявилась. Как это трактовать? Теперь все это полностью исключено субъективной оценкой. Ну, а вот принцип добровольности. Для водителей, например, одинаковое наказание. Пьяный ты за рулем или отказался от медицинского освидетельствования. Все равно право отбирает. И штрафует еще. Да, но тем не менее, понятно, что отказался подросток от осмотра. И сразу возникает какое-то подозрение. Вот здесь что делать? Да, какие причины побудили отказаться? Тут уже, конечно, вопросов масса. Поэтому сейчас дети, в основном подростки, они, кто не употребляет, тем более, в первую очередь, они не заинтересованы отказываться. Ничего такого нет. Процедура абсолютно безболезненная, много времени не занимает. Но это все тоже как бы в плюс идет. Потом по поводу этого аппарата я сказал, я имел в виду еще, что если даже выявляется положительная реакция какая-то, это еще как бы не 100%, что ребенок употреблял наркотическое средство. Для подтверждения мы в таком случае направляем уже в лабораторию, где газохроматографическое оборудование более точно и конкретно определяет вещество. И если, не дай бог, подтверждается, таким же ребенком проводится индивидуальная профилактическая работа специалистам нашим, которые именно вот эту работу и ведет ответственность за нее. Ну, чтобы завершить эту тему, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет как раз о семинаре, который проходил осенью прошлого года у нас в районе, как раз посвященный профилактическим осмотрам школьников. Давайте посмотрим. Страшная беда, которая грозит молодежи, это наркотики. Для того, чтобы еще раз обратить внимание работников школ на социально-психологическое тестирование, как-то действующий и уже зарекомендовавший себя эффективный способ борьбы с наркоманией, администрация района провела семинар, нацеленный на дальнейшую профилактику незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. В Щелковском районе уже третий год ведется работа по выявлению детей, которые могут попасть в группу риска по наркозависимости. В школах по специальной программе проводится социально-психологическое тестирование, позволяющее на ранней стадии обнаружить наступление опасности. На семинаре говорили о самом главном, о том, что семья и школа должны вместе заниматься профилактикой наркомании, что необходимо в среде подростков находить активных помощников, способных вовремя подсказать своим товарищам о губительности психоактивных веществ. Здесь после этого собрания должно остаться. И здесь. Короткий путь. Гармония мыслей. Любить, дружить, советоваться, чтобы дети были равны нам. Мы должны построить свою жизнь так, чтобы они раскрывались перед нами. Тогда все будет хорошо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня главный врач Щелковского наркологического диспансера, врач-психиатр, нарколог высшей категории Вячеслав Корабулькин. Представляю еще раз. Напоминаю, телефоны студии прямого эфира. 5-6-7-14-40, 5-6-7-14-50. Звоните и задавайте свои вопросы. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжение следует. Если что, у вас случилось такое в семье, связанное с употреблением наркотиков или алкоголя чрезмерного. Но пока еще о наркотиках мы не договорили. Хотелось бы непосредственно узнать о вашей работе. Как проходит лечение наркоманов? Какое используется оборудование? И вообще, насколько обеспечены медучреждения нашего района этим оборудованием? Лечение комплексное начинается. Ну, конечно, зависит от того, в какой фазе заболевания пациент обращается. Но у нас есть все условия и все возможности. То есть у нас есть, помимо амбулаторного приема, еще большие стационарные отделения. Их два. Отделения тоже наркологической помощи, где проходит дезинтоксикация, купируются абстинентные расстройства. И после их купирования пациенту предлагается пройти курс лечения в отделении медико-социальной реабилитации. Их вообще всего несколько по всей Московской области пока еще не вказано. Обязательно или пожелание? Нет, это, конечно, добровольно. Вообще у нас лечение, все оно практически добровольное. Но, как бы, чтобы пройти полный курс, комплексный. Потому что некоторые считают так, ну, ломку снял, все, чувствую себя хорошо, проблема решена. Выходит, попадают в свою обычную привычную среду, доступ к наркотику как был, так и остается, желание употребить вновь появляется, и происходит в течение короткого промежутка времени рецидив заболевания. Поэтому, чтобы справляться с этими проблемами, как научиться бороться с влечением, и вообще научиться трезвому образу жизни, жизни без наркотиков, вот в отделении медико-социальной реабилитации с ними работает психолог, психотерапевт. Ну, опять же, продолжается какое-то минимальное фармакологическое лечение восстанавливающего характера. Так что, в общем-то, все условия у нас есть. Ну, после того, как курс стационарного лечения завершен, предполагается еще трехлетнее наблюдение, диспансерное наблюдение нарколога, и если человек три года выдерживает ремиссию, то мы уже его снимаем с диспансерного наблюдения, как выздоровевшего. Хотя терминология спорная, все наркологические заболевания не считаются хроническими, ну, в том плане, что в любой момент опять может произойти рецидив, и не только через три года, и через десять лет. Ну, если человек уже три года выдержал, то шансы, что он будет в дальнейшем оставаться трезвым, гораздо выше. Ну, тоже может быть несколько дилетантский вопрос. Вообще, какие виды употребления наркотиков наиболее опасны и для организма, соответственно, человека, но и для общества в целом? Я имею в виду внутривенно, таблетки, курение, ну и так далее. Все опасны. Допустим, при употреблении перорально, то есть при проглатывании, страдает желудочно-кишечный тракт, и печень, ну, помимо всех остальных, нервная система страдает, в первую очередь, при любом виде употребления. На мой взгляд, конечно, опаснее всего инъекционный путь, потому что он сопровождает, ну, в очень высоком проценте ведет за собой, в течение рано или поздно все равно человек приобретает либо ВИЧ, либо гепатит, либо и то, и другое. Таких пациентов, к сожалению, среди тех, кто употребляет инъекционным путем, ну, не скажу, что большинство, но примерно 50 на 50. Ну, все равно, наверное, трудно вам, конечно, работать, я понимаю, да? Без помощи общественности, наверное, не справлялись бы, да? Вот с вашей точки зрения, какова роль общественных организаций, ну, наверное, в первую очередь, спортивных, каких-то еще досуговых, в профилактике наркомании, ну, понятно, что в лечении сложно сказать, да? Хотя, может быть, реабилитацией они тоже могли бы заниматься. Да. Роль общественности, конечно, нельзя никак, ни то, что не отрицать, даже преуменьшать, потому что тут, в первую очередь, мы вспоминаем волонтеров, добровольцев, да, которые принимают участие в антинаркотических акциях, даже идеи какие-то вот предлагают нам, приглашают нас куда-то где-то принять участие. Ну, и, опять же, мотивационный кабинет, вот у нас сейчас работает, там работают волонтеры, которые не получают фактически зарплату, но, тем не менее, мотивируют таких вот ребят, которых они знают. Чаще всего это сами бывшие наркозависимые, которые... Я сейчас хотел спросить, а много ли, есть ли, вернее, среди этих волонтеров, такие вот, раньше употреблял и завязал, как говорится? Конечно, они тоже на определенный сегмент должны быть нацелены, то есть, если, я считаю, детско-подростковая аудитория должна работать абсолютно здоровый человек, но таких ребят хорошо использовать именно для третичной профилактики, для, ну, как сказать, мотивации и для дальнейшей работы, помощи с наркозависимой. То есть, для них это положительные примеры. Предлагаю посмотреть на эту тему еще один видеосюжет о том, какая акция прошла у нас зимой в Щелково областного уровня, как раз с привлечением, скажем так, тех, кто раньше употреблял наркотики. Давайте посмотрим, как это было. С этим злом может столкнуться каждый, а вот не поддаться, избежать зависимости удается, к сожалению, не всем. Наркотики, бич современности. На борьбу с их распространением и употреблением свои силы бросили неравнодушные люди, сотрудники ведомств и организаций Московской области и муниципалитетов. Как мера профилактики и призыв к отказу от пагубной зависимости, в Московской области уже несколько лет проходит акция под названием «Единым фронтом против общей беды». Этот турнир подразумевает привлечение к участию всех сегментов антинаркотической деятельности, начиная от органов внутренних дел, иных правоохранительных органов и субъектами, которые представляет гражданское сообщество. Это муниципальное образование, в первую очередь, также волонтерские объединения, объединения, которые культивируют здоровый образ жизни. В Щелковском районе антинаркотическая комиссия ведет свою работу в тесном взаимодействии с федеральными структурами. Конечно же, основной упор, как вы уже отметили, это здоровый образ жизни нашего населения. Помимо профилактических мероприятий, встреч, лекций, бесед, огромное внимание уделяется и материально-технической базе. Конечно же, это развитие спортивных сооружений. Мероприятие проходит в несколько этапов. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Воронке состоялся турнир по волейболу. Здесь сразу на двух площадках встретились команды соперников. Среди них и те, кто не понаслышке знает, что такое наркотическая зависимость. Для таких ребят возможность своим участием подать пример важна, как и для тех, кто, собственно, борется с распространением наркотиков. На площадке они соперники, но в жизни воюют с общим врагом. Завершая тему наркомании, хочу спросить, а может ли человек сам избавиться своей силой и волей от наркотической зависимости? Как у алкоголиков, мы знаем, часто бывает. То я пил, пил и завязал. А вот у наркоманов это бывает? Не буду отрицать, бывает, но крайне редко. Мне попадались такие случаи, но они были единичными. И чаще всего это на ранних стадиях еще, когда зависимость не запущенная. Ну, а вообще, что более опасно для организма, ну и опять же, для общества? Наркомания или алкоголизма? Вы сказали, цифры привели, что алкоголь, конечно, больше стоит на учете. Ну, от кого больше зла исходит? Ну, так нельзя абсолютно однозначно сказать, от кого больше зла. Ну, замечено, конечно, что лица, употребляющие наркотики, ну, в целом в популяции, они более криминализированы, потому что наркотики требуют много денег, где деньги брать. Чаще всего идет рука в руку с каким-то криминалом. Это кражи, воровство, грабежи. Ну, и сам наркоборот, это уже является уголовной статьей, в отличие от покупки в магазине, кроме как в нерочное время. Абсолютно верно. Ну, и по алкоголю тоже, что можно сказать? Сколько бытовых убийств, драк и всяких тоже криминальных дел происходит именно в состоянии алкогольного опьянения, сколько ДТП с участием пьяных водителей. Поэтому тут однозначно, я бы не могу сказать. Не могу. Ну, а по воздействию на организм? По воздействию на организм. Ну, смотря какие виды наркотиков, алкоголь, потому что тоже абсолютно небезопасен. Если его регулярно потреблять, то возникают определенные осложнения. Осложнения тоже зависят от характера и типа употребления. Например, такую же глобальную статистику как-то изучала. Интересно было, что вот у нас, в нашей стране, чаще осложнение именно нервной системы, энцефалопатии, поражение головного мозга. А во Франции, там, каких-то южных винных регионов, зато в разы больше, чем у нас цирроза в печени. Почему так происходит? Потому что... От количества зависит, наверное, да? От типа употребления. Если в течение дня дробными дозами потреблять, там, много алкоголя, ну, человек сильно не пьянеет, но все равно же все пропускает через печень, то печень страдает в первую очередь. Если резко сразу, ну, за короткие проноски времени принять аналогичную, но в целом большую массивную дозу алкоголя, то сразу она не успеет, также в сосаться еще в желудочно-кишечном тракте, полностью пройти через печень, бьет в головной мозг. Соответственно, поражение центральной нервной системы. Ну, а вот опять же, если говорить об опасности, о вредности, да, разных видов алкоголя, крепкий, ну, скажем так, водка, коньяк, да, виски, среднее, это, да, вина, и, наконец, слабое алкоголь, это пиво. Пиво. Ну, опять же, в пересчете на, если на спирт, да, я имею в виду, если общее содержание спирта, например, на одинаково, да, вот что вреднее, да, пол-литра водки, ну, ладно, пол-литра много, конечно, скажем, четвертинка водки, да, несколько бокалов вина или, там, три бутылки пива. Сложный вопрос. Все зависит, конечно, от качества напитка, потому что и пиво бывает хорошее и плохое, и водку тоже непонятно, да, какая с примесями, не с примесями, и вообще на каком спирте, где куплено. Вот, так же и с винами тоже бывают качественные, бывают с каким-то высоким содержанием каких-то там веществ, не не шибко полезных для организма. Вот, просто считается, что безопасная, относительно безопасная доза разового употребления алкоголя, ну, рассчитывается, например, так, один грамм этанола на килограмм веса. То есть, если человек весит 70 килограмм, вот 70 грамм этанола, будь то в пиве, будь то в крепком алкоголе, человек может вот однократно принять, не получив сильной интоксикации, не получив каких-то осложнений. Ну, естественно, если это не делать каждый день. Понятно. Но вот еще такой вопрос, может быть, повторюсь, конечно, я его задавал уже применительно к применению наркотиков, да, теперь по поводу спиртного. Как быстро возникает привыкание, и когда человек становится алкоголиком, критерии какие? Привыкание развивается тоже. У кого-то оно вообще не развивается, но если уже мы говорим о конкретно зависимых людях, при высокопроградиентном типе течения, то это где-то год-два регулярного злоупотребления уже приводит к зависимости. Когда уже сформировано заболевание, человеку необходима медицинская помощь. Иначе сам может и не справиться. А бывает, что и 20-30 лет, то есть вот такой разброс диапазон привезло, низкопроградиентном течении. Ну вот если говорить о тех, кто у вас стоит на учете, кто требует лечения, да, вообще каковы современные методы лечения алкоголизма сейчас? Их очень много. То же самое, как при любой зависимости. Человек в активной фазе, ему требуется дезинтоксикация, то есть остановить процесс активного употребления, либо прервать запой, да, если мы говорим уже конкретно о лицах, зависимых от алкоголя. Следующий этап – купирование абстинентного синдрома. И дальше уже формирование установки на трезвость, работа с психотерапевтами, с психологами. И тут вот, конечно, эти новые виды лечения, они сейчас больше упор делают не столько медикаментозно, сколько именно вот разные направления психотерапии. Но не на всех, наверное, это влияет, да, кто поддается влиянию. Ну, тут, конечно, поэтому и лечение подбирается индивидуально каждому пациенту. Нет такой определенной четкой вот схемы, которая вот всем бы подряд подходила. Одному пациенту больше требуется какая-то лекарственная, там психотерапия минимальная, все, он уже все понял. От особенностей организма, от особенностей психики зависит. Ну, вообще масса факторов играет. И генетическая предрасположенность, и, как мы психиатры говорим, органическая почва. Если человек переносил неоднократно черепно-мозговые травмы, у него и болезнь быстрее будет развиваться, и тяжелее поддаваться лечению. Ну, а как вы относитесь вот к многочисленной рекламе сейчас, в основном, конечно, в интернете? Новое средство для лечения добавьте своему мужу незаметно в чай, и все это прекратится через несколько дней. Это действительно обман? Или какие-то существуют препараты, которые можно вот так вот на дому применять? Ну, на дому я бы никаких конкретных препаратов не озвучивал. Опять же, не в виде пациента. Каждому, как я повторюсь, индивидуально надо подобрать. Мы даем рекомендации, и когда приходит, допустим, семья на прием, мы уже пациента узнали, какой-то минимальный тоже объем помощи оказали, полечили, и мы можем порекомендовать ему какой-то конкретный препарат. Бывает так, что не пошел ему этот препарат, не помогает, подбираем что-то другое. Но то, что в основном рекламируют, это чистая коммерция, маркетинг. Ну, а если, скажем, без, так скажем, привлечения денежных средств, публикуются всякого рода так называемые бабушкины рецепты, вот сорвите такую травку, настойте, разведите, пейте по утрам три раза, и через две недели в росте пить. Это опять неправда, тоже, да? Я в это не верю, абсолютно, конечно. Но вот тогда такой вопрос, а можно ли использовать алкоголь как лекарство некое, да? Ну, скажем, для снятия стресса, или, ну, не регулярно, конечно, но иногда. Для снятия стресса я бы как раз не рекомендовал категорически, потому что стрессы у нас все равно так или иначе всю жизнь сопровождают более или менее выраженной степени. Если приучить себя, что стресс снимать алкоголем, то это очень, ну, это практически прямая дорога к формированию алкогольной зависимости. То есть войдет в привычку, естественно. Войдет регулярно, сперва, в привычку, а потом возникнет потребность, да, и человек уже без алкоголя уже сам себе эти стрессы будет придумывать, чтобы это уже будет просто обоснованием самому себе и своим близким, что вот у меня стресс, мне надо выпить. Ну, а вот стационар часто используется для лечения алкоголизма? У нас за год прошло 1533 человека. Это только в одном монилском стационаре? Да, в нашем стационаре, в нашем диспансерном стационаре. Понятно, что алкоголиков больше, чем наркоманов? Ну, примерно, так скажем, если из числа, состоящих по диспансерным наблюдениям, соотношение примерно 9 к 1, то из числа проходящих стационарное лечение все-таки аксцент немножко смещается. Я бы сказал, 3 к 7, если брать так, где-то 30 процентов наркозависимых, и 70 процентов, потому что им чаще требуется именно стационарная помощь. Наркоман? Да. Ну, а сам курс лечения дольше у кого? Дольше у наркозависимых. По срокам примерно, как это выглядит? Ну, у нас тоже есть определенные стандарты, протоколы лечения называются. Там где-то именно курс неотложной такой помощи от двух недель, ну, в среднем, давайте будем усреднять, две недели, и курс реабилитационный, он именно стационарный, до двух месяцев, от месяца до двух. Ну, и на этом тоже, как я повторюсь, еще требуется потом амбулаторное наблюдение, поддержка. Ну, а как вы относитесь вот к разного рода организациям? Понятно, что тоже, наверное, там деньги требуются, хотя и не всегда, ну, скажем, общество анонимных алкоголиков, еще какие-то, я знаю, существуют. Анонимным алкоголикам я прекрасно отношусь, мы с ними сотрудничаем. Наш же пациент, вот, как бы, который у нас стоит под наблюдением, и он взял на себя, у него сейчас длительная ремиссия уже больше года, он взял на себя, вот, они же тоже несколько там по территориальным принципам, вот он наш куст взял на себя, является куратором, работает, и мы им предоставили базу, вот, они собираются на базе нашего стационара, также анонимные наркоманы. Тут ничего плохого нет, то, что они, ребята, собираются, и сами группа взаимопомощи, тем более, это абсолютно никакой коммерческой основы там нет. Ну, а если говорить, вот, опять же, про алкоголизм, все-таки это, что больше, химическая зависимость или психическая? Я думаю, что психическая, в первую очередь, психическая. Большинство людей даже не осознают проблемы. То, что пять тысяч там с лишним человек у нас стоит под диспансерным наблюдением, это только верхушка айсберга. Многие люди потребляют, но не чувствуют, не видят проблемы в этом, ни для себя, ни для окружающих. Есть такое понятие, оно загнозе, отсутствие осознания у себя болезни. Я пью, как все, ну, все-таки по-разному, кто-то совсем не пьет. А кто-то под забором. Да. Ну, не видят пока проблем до поры до времени. Ну, уже зависимы. Ну, вот, в начале нашего разговора, Вячеслав Николаевич, когда вы привозили статистику, да, вы еще упомянули, что на учете у вас стоит там, порядка трех десятков, да, токсикоманов. Вот насколько, ну, цифра действительно небольшая, да, в сравнении с наркоманами и алкоголиками, но вообще, насколько распространено сейчас явление токсикомании? Потому что раньше, я помню, когда сухой закон у нас был, так называемый, да, недостоп, нельзя было достать, и дорого все стоило, то и клей нюхали, и чего только не делали, да. Вообще, вот токсикомания, что это такое, и насколько часто она встречается? Токсикомания – это зависимость от психоактивных веществ, которые, с юридической точки зрения, не являются наркотиками. У нас распространено, понятно, по цифрам не очень сильно, в основном это дети и подростки, которые в силу тех или иных причин, там, безнадзорность или какие-то свои индивидуальные особенности, уже приобретают зависимость от психоактивных веществ, но не имеют доступа ни к алкоголю, не имеют доступа к наркотикам. Силы возраста, так скажем, да? Ну да, но потребность в опьянении уже сформирована, и кто-то каким-то образом им подсказал, или как-то, в общем, они узнали, какие вещества вызывают опьянение, и вот они их употребляют. И есть взрослые люди, которые употребляют, допустим, какие-то определенные лекарственные средства, которые с юридической точки зрения, опять же, к наркотикам не относятся, но уже зависимость сформировалась от них, и, тем не менее, требуется, опять же, медицинская поддержка, чтобы избавиться. Если можно, в конце программы расскажите какие-нибудь поучительные истории из вашего опыта. Вы уже очень давно работаете у нас здесь, и в том числе и главным врачом, ну, так скажем, для поднятия настроения, да, вот как человек, может, страдал, страдал, ну, я не знаю, или наркоман, или алкоголик, и потом вдруг вот прозрел и полностью избавился от недуга. Ну, таких случаев я бы мог привести достаточно много на моей практике. Мы все-таки регулярно снимаем пациентов с диспансерного наблюдения именно в связи со стойкой терапевтической ремиссией. Вот. Я, наоборот, все-таки предостерег многих людей из уже зрелого возраста, потому что с детьми и подростками так все понятно. К сожалению, в последнее время попадались случаи, когда уже взрослые люди, старше 40 лет, впервые вдруг зачем-то начинают пробовать наркотические средства. Наверное, надеюсь, что они уже все понимают и так, и однократные пробы будет достаточно, чтобы узнать, что это такое. До этого выпивали, да? Ну да, допустим, в компании друзей в состоянии легкого алкогольного пенения кто-то вдруг предлагает наркотик попробовать, человек из любопытства в возрасте 41 года употребляет и появляется желание попробовать потом еще раз. При покупке его, значит, происходит встреча с правоохранительными органами, и все. Ну, как бы он даже еще и не стал наркоманом, вовремя попал в поле зрения, и сейчас в группе профилактического наблюдения вот психолог, психотерапевт с ним работает. Ну вот, не надо создавать себе таких проблем. Большое спасибо, Вячеслав Николаевич, за ответ на вопросы. Вам спасибо. Спасибо, что нашли время прийти в студию. К сожалению, ни одного звонка у нас не было. Горячая линия, так скажем, не сработала наша, но к вам все равно будут люди обращаться, конечно, вы им будете помогать. Ну, а мы тоже будем делать свою работу, так скажем, доводить до сведения наших жителей о том, насколько опасна работа. Единственный вопрос, может быть, еще не связан с вашей профессией, но тоже имеет своеобразную зависимость, конечно, это не алкоголь, не токсикомания, не наркотики, я имею в виду табакокурение. Можно приравнять ли ее тоже? Можно. Табаккурение, я бы сказал, это токсикомания в чистом виде. То есть это зависимость не от наркотика, так как табак не является юридически наркотическим средством, но, тем не менее, зависимость курильщики табака, люди вообще прошедшие много, они говорят, что бросить курить гораздо сложнее, чем бросить употреблять алкоголь. Даже те, у кого алкогольная зависимость сформирована, говорят, пить-то я бросил уже, 5-10 лет не пью, а вот курить не получается. Спасибо за совет, Вячеслав Николаевич. Не за что. Придется бросать курить, хотя он уже не один десяток лет. Спасибо еще раз. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был главный врач Щелковского наркологического диспансера Вячеслав Карабулькин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok